Они женственные и красивые, а еще метко стреляют и способны обезвредить вооруженного преступника голыми руками. В Первоуральске прошел второй этап всероссийского конкурса «Мисс Уголовная Исполнительная Система». На него съехались сотрудницы службы исполнения наказаний со всего Урала. Как девушки в форме сочетают грацию, женственность, силой, ловкостью и молниеносной реакцией, выяснил Никита Нехорошков. Ой, девчонки, какие вы красивые. Ага, да. Вообще супер фотографии. Будь они в гражданском, ни за что и не поверишь, что это сотрудницы федеральной службы исполнения наказаний. Эти девушки далеко не хрупкие и совсем не беззащитные. Товарищ бойер, лейтенант Шевченко, цель поразила тремя пулями. Оценка, отлично. Три десятки. Три десятки, да. Получаем все. Точно в яблочко с первого выстрела. Ирина Шевченко из Курганской области, стреляя из Макарова, ни разу не промахнулась. За восемь выстрелов, идущих в зачет, девушка набрала 60 очков. Это самый высокий результат. Тем не менее, Ирина уверена, что могла бы выступить еще лучше, помешало небольшое волнение. На самом деле, тяжело сосредоточиться и попасть конкретно все в какой-то маленький радиус, когда ручки трясутся, волнение. Это же конкурс все-таки, это же не просто стрельба. В обычной стрельбе это гораздо проще, чем в конкурсе. Конкурс «Мисс Уголовная исполнительная система» проводится уже пятый раз. Впервые он прошел в 2001 году. Конкурс «Всероссийский» в 2017-м от Уральского федерального округа в нем приняли участие 30 сотрудниц. Во второй этап прошли всего шесть. По одной представительнице от Курганской, Челябинской, Тюменской и Свердловской областей, а также из Хмао и Янао. Наш регион представляет Ольга Финодеева. У девушки есть все шансы пробиться в финал конкурса. После сдачи нормативов по теории, стрельбе и строевой подготовке уверенно идет второй. Успешно проходит этап по боевым приемам. Выбить нож или пистолет у противника, отбиться от атаки сзади. Ольга, как и ее коллеги, владеет приемами на все случаи жизни. Самое опасное нападение с оружием, угроза оружия, нападение с ножом, удары. То есть мы обязаны еще знать, как правильно задержать и как правильно конвоировать преступника, нападающего и так далее. Как распределяться места среди шести конкурсанток станет известно после проведения всех 11 испытаний. Девушкам еще предстоит сдать нормативы по плаванию и бегу. После творческие номера и дефиле в вечерних нарядах. Кроме того, что они профессионалы, специалисты каждого своего дела, профиля, они еще и настоящие женщины, девушки, мамы, жены, сестры. И вот этот конкурс, он вмещает, компонует в себя не только показать красоту этих девушек, но и их профессионализм. Итоги этапа в Урфо подведут в эту пятницу. Победительница представит наш федеральный округ на финале конкурса в Москве. Никита Нехорошков и Дамир Харисов. Служба народных новостей.